Его история напоминала классический голливудский киносценарий, воплощённый в модном чёрно-белом формате. Стремительный взлёт, сумасшедшая слава. Вот только вместо хэппи-энда судьба уготовила трагическую развязку. Он ушёл, как и положено, главному персонажу культового фильма. Молодым и полным сил. Нецки – фигурка из дерева или камня, китайское изображение бога. Согласно восточным поверьям, Нецки приносит своему владельцу те силы и умения, которыми наделено само божество. Миниатюрные статуэтки – ещё одно увлечение от Соя. Будучи профессиональным резчиком по дереву, Виктор сам создаёт Нецки. Создаёт в полном соответствии с древним законом, который гласит – изображать разрешается только добрых богов и ни в коем случае демонов. Но однажды Цой нарушит запрет и явит миру охранника ада. Это последний питерский адрес Виктора Цоя. Здесь, на проспекте Ветеранов 99, музыкант тщательно и аккуратно работает над деревянной миниатюрой. Фигурка будет закончена. А через месяц закончится и земной путь музыканта. Конец 80-х. Русский рок вышел из подполья. Теперь запрещенные некогда музыканты собирают целые стадионы. Виктор Цой – один из новых героев. Ему всего 26, а он – кумир миллионов. После «Иглы» в стране, кажется, нет ни одного подростка, который не знает Соя. Это настоящая кульминация его кино. Кажется, даже у микрофона он стоит так, точно играет роль. С гитарой наперевес, голова чуть откинута назад. В движениях головы больше динамики, чем в хаотических скачках и прыжках иных музыкантов. У его облика и звука законченная четкость. В лучших традициях киноминимализма. Цой своей позой на сцене очень хорошо это показывал. Я иду вперед, не бойтесь. Я знаю, что надо делать. Отсюда это закинутая несколько голова, выдвинутая челюсть и несколько отодвинутая губа. Вот это, что некоторые признавали как за презрение. На самом деле, это готовность дать. Люди с такой структурой лица, они готовы щедро и широко давать. У них большая потребность поделиться и дать окружающим то, чем они располагают. Теперь Виктора Цоя и его кино порой приходится охранять от поклонников. На одном из концертов организаторы опробуют так называемый фальш-отъезд. Большая трибуна стадиона «Динамо» в Минске. На стадионе. И там не очень подготовились. И на первом концерте, и потом и дальше это продолжалось. Люди с трибун просто могли бежать к сцене, что и было после концерта. И поэтому, чтобы уехать как-то, подгоняли автобус прямо к сцене, к окончанию концерта. Вот бежали в этот автобус и уезжали от зрителей. А вот после последнего концерта, чтобы выехать со стадиона, посадили людей в этот автобус. И этот автобус выехал, и люди разошлись. А потом мы уже уехали. Начало 89-го. Он стал звездой. И значит, надо соответствовать по образу. И Цой соответствует. В лучших традициях большого кино. Тот, кто всего несколько лет назад черпал вдохновение в топке питерской кочегарки, переселяется в Москву, нанимает охрану, передвигается в машине с затемненными стеклами и отказывается играть при неполном зале. У Виктора Цоя новый продюсер. Юрий Айзеншпис. Юрий Айзеншпис пришел к кино в то время, когда кино уже были очень популярной и абсолютно сформировавшейся группой. К вопросам творчества, репертуара, песен, стиля, внешнего вида и так далее группы кино Юрия Айзеншписа близко не подпускала. Айзеншпис занимался только одним. Он устраивал кино-гастроли и делал это очень профессионально, очень основательно, и позволял группе кино зарабатывать большие деньги. Но, естественно, и сам тоже преуспевал. Юрий Шмилевич прекрасно ориентируется в таком непонятном для Цоя мире шоу-бизнеса и может стать отличным проводником. Он не слишком погружается в философские тексты Виктора Цоя, зато виртуозно владеет волшебным понятием договориться и активно занимается экономической стороной успеха группы. Впервые за долгие годы киношники начинают хорошо зарабатывать. Деньги тратят, как мальчишки. Первым делом, конечно же, покупают себе машины. У Виктора почти нет водительского опыта, но и он садится за руль. И очень скоро открывает для себя новое наслаждение. Скорость. Он буквально выжимает из своего москвича заветные мили. Как позже установит следствие, 15 августа 1990 года на трассе Слока-Талси автомобиль певца двигался с огромной скоростью. Для Цоя автомобиль не просто средство передвижения. Это его личная территория, его приватная зона, куда запрещен доступ посторонним. Теперь именно здесь хранится его талисман. Тот самый портрет Брюса Ли, что когда-то висел на стене питерской котельной. Той очень моментально выучился на машине ездить, водить машину. И делал это великолепно. Ездил довольно-таки лихо. Очень нравилось ему самому ездить. И вы знаете, был даже такой момент, я написал одну заметку о том, как звезды за рулем себя ведут, как они ездят. И как раз писал о том, что они очень лихо ездят. Но тем не менее, надо быть осторожным, следить за собой. Процитировал я песню Цоя. И эта заметка заканчивалась так, что это и к вам, Витя, Цой относится. Наташа, гражданская жена Виктора, всерьез встревожена. Уже не впервые в его стихах звучит одна и та же тема – скорой смерти. Вот и опять, в новой песне, он прямо-таки перебирает возможные финалы. Авиакатастрофа, война, эпидемия, снежный буран, космоса, черные дыры, ошибка хирурга. Он и раньше писал об этом, но не так, не с такой пугающей настойчивостью. Она пытается выяснить, в чем дело. Может, происходит что-то, о чем я не знаю? И Виктор пускается в туманное объяснение. Понимаешь, он не дожил до 33, а мне уже 28. Значит, осталось не так много. Наташа в шоке. Опять этот Брюс Ли, черной тенью, нависает над их маленьким уютным миром. После смерти Виктора Наталья Разлогова выйдет замуж и уедет в Соединенные Штаты. За 18 лет без Цоя она только раз решится на интервью. В программе своего брата – кинокритика Кирилла Разлогова. После этого выступления – годы молчания. Все вопросы, обращенные к ней о последних годах жизни музыканта и об очевидном предчувствии беды, останутся без ответа. Наталье есть что рассказать, но она выберет скорбное молчание. Позиция у нее была очень жесткая с самого начала, после его смерти, потому что существовала официальная жена. На тот момент они уже долгое время не были вместе с Марьяной. Но тем не менее статус жены и сын остались, и Наташа очень деликатно и достойно отказалась от каких-либо прав и отошла в сторону. Я не знаю точно, кто из нас брал. Меня ждет на улице Доша, их ждет дома обед. Загрой за мной, я уложу. Загрой за мной, я уложу. Его кино стремительно приближается к трагическому финалу. Но декорации по-прежнему жизнеутверждающие. Виктор Цой полон планов. Его вновь пригласили на главную роль в полнометражной картине. Но этому проекту не суждено будет сбыться. За месяц до начала съемок музыкант погибнет. Субтитры создавал DimaTorzok